МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 25% на капучино, второй капучино в подарок, палантины с 30% скидкой и так далее. Тут очень большой перечень. В общем, приходите на Белую ярмарку и торгуйтесь, советуют наши корреспонденты. В том числе это и совет от Полины Кольт, которая прямо сейчас находится на Театральной площади и готова рассказать, что там да почем. Я могу передать ей слово, она в прямом эфире. Полина, слово вам. Главный друг Белой ярмарки – золотодобывающая компания «Полюс Красноярск». Добрый вечер, студия. Меня зовут Полина Кольт. Я на Белой ярмарке на Театральной площади. Прежде всего, хочу вам напомнить, что у нас здесь, на Белой ярмарке, есть бесплатные теплые чистые туалеты, которые могут с вами даже поздороваться. Мало того, они оснащены даже ультрафиолетовыми лампами. Это второй год подряд с нами дружит компания «Экологический ресурс». Именно они ставят эти прекрасные кабинки. Чисто, тепло и бесплатно. Ну, а мы сегодня начинаем экскурсию по съедобным вещам, которые у нас продаются на Белой ярмарке. Кстати, сегодня обязательно еще будет дегустация мяса на Белой ярмарке. Здравствуйте. Вот первый сибирский знахарь с нами, по-моему, с первой белой вы у нас. Вот у вас, я смотрю, варенье с шишками, да, самая? С шишками, да. Самое вкусное, самое полезное. Ну вот я смотрю, у вас даже есть большие объемы. В этом году вот мне нравятся кедровые орешки. Это сколько литр? Это литр 220. Слушайте, вот такой подарок, если кому-то хотите отправить. Вот мне еще нравятся вот такие вот сундучки. Здесь можно даже на свой вкус собрать. Вот, допустим, есть крем-мед с черникой, конфитюр облепиховый и конфитюр черника. Сколько такой обойдется набор? Полторы тысячи где-то. Мы сами собираем, сами все делаем. А вы можете просто сами выбрать, какой будет состав вашего подарка, который вы подарите. Ой, это мой любимый контейнер. Я не привзято говорю, просто первый год покупаю всякие украшения. Это ленивые бобры и розибус. Наши персонажи, ребята, делают очень классные и значки, и брошки, и вообще украшения. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, у вас, говорят, распродажа началась. Да, конечно же, Новый год тоже все кончился. У нас есть елочные игрушки со скидками с большими по 150 рублей, а были по 200. Мне очень нравится вот этот луноход и свинька. Да, на наборы елочных игрушек тоже сейчас скидка. Можно сейчас купить, а на сегодняшний Новый год подарить. Удобненько. Ну, а я знаю, что у них тут есть вот такие вот броши, да, популярные значки. И вот такая вот волшебная коробочка. Здесь все есть по 150 рублей. Вот такие, допустим, серьги красивые, птички, кольца. Что у вас? А, тут даже запонки, да, есть? Да, и значки у нас деревянные, вот по 100 рублей всего лишь. И даже вот такие вот есть шкатулки, да? Да, коробочки и наборы игрушек. Паша, что самое любимое? Ну, мое самое любимое, это, конечно, светящийся стенд наш, который мы сделали собственными руками с нашими зеркальными красивыми значками, которые тоже сейчас стоят немножечко дешевле. Кстати, эти значки уже как фирменный знак Красноярска разлетаются по России. Я сама такие значки дарила. Спасибо вам большое. Ну, а здесь хорошее домашнее ароматное сало Сухобутинского района мы уже узнали. 380 рублей за кило. Тут же вам могут и нарезать, и дать попробовать. Но меня здесь больше всего привлечает вот эта вот оленина со свининой, вот эта вот колбаска. Ну, вот прям действительно деликатес, который можно позволить тебе на Новый год и угостить друзей в подарок, например. Ну, и, конечно, пельмешки домашние 300 рублей кило. Ну, по-моему, это выгоднее, чем в магазине. Здрасте. А у вас, говорят, распродажа на икру. Да, у нас икра очень прикольная. Ее очень много, и она вся разная. А чья икра, откуда и в какую цену? Так, чай у нас Целон, это Абумалек, Джамал, Турсон, Тарсон, Хелладиф, а также итальянский кофе Карара. То есть можно прям закупиться выгодно? Да, прям вот в магазинах нету вообще. Слушайте, икра, говорят, у вас даже по 1000 рублей, да? Да. Вот, я смотрю, 950, да? Откуда икра? Икра, она с Амура. Амура красная икра. Я знаю, что у вас сейчас скидки 15-20. 15 процентов. 15 процентов. То есть, я напоминаю, мы работаем здесь до воскресенья. Это у нас дары с Дальнего Востока, называется контейнер 4. Приходите сюда, вплоть до воскресенья. Обещаете скидки? Конечно. А подорговаться с вами можно будет? Договоримся. Я думаю, вы тоже договоритесь, но я сейчас пойду встречать Марию Рускову, это ресторанный эксперт, и будем готовить дегустацию шашлыков. Ну что ж, большое спасибо вам, Полина. Немножечко завидую, когда вы начинаете про шашлыки вот так вкусно рассказывать. Но у нас тут тоже, знаете, интересно, потому что наступило время принимать гостей в студию. Гость уже здесь Сергей Богацкий, директор туристской фирмы «Континент-С». Здравствуйте. Туристского агентства «Континент-С», чтобы уж совсем все правильно было. Здравствуйте. Теперь все точно. Всех гостей, которых мы приглашали в течение всех новогодних каникул, мы просили подводить итоги года. Мне кажется, вот от вас этого совершенно никто не ждет, потому что в этой туристической отрасли не так все было хорошо, и давайте не вспоминать. Будет ли лучше, будет ли дешевле. Вот об этом, пожалуйста, рассказывайте. На Новый год планы какие? Ну, все-таки можно сказать, что год был непростой, и то, что будет завтра, в общем, трудно предугадать, потому что все-таки вот в прошлом году, когда ушли с рынка такие монстры, как Натали Тур, Полар, группа компаний, ну и так далее. В общем, короче говоря, очень многие туристы-то не уехали вообще никуда отдыхать. И в этом году, вероятно, это повторится. То есть вот это все, начало вот такое, а теперь давайте о хорошем. Подождите. Нет, я не могу не уточнить, что повторится. Еще кто-нибудь везет? Конечно, обязательно. Потому что, если, говорю, такие монстры не могут на рынке выжить, то о мелких турфирмах мы не говорим. Как теперь вот жить с таким, да? Вот как куда-то ехать, как планировать? Надо у проверенных покупать, не те, которые открылись вчера, позавчера, которых никто не знает, которые на рынке, совсем недавно. Вы понимаете, что происходит? Вот у меня, например, турфирме исполнилось 24 года. Если набрать, загуглить и так далее, вы не найдете там практически ни хороших отзывов, ни плохих. Их там 5-6 отзывов за 20 лет работы, за 24. Потому что мы про себя эти отзывы не пишем. А люди, как правило, тоже не пишут. А вот компания, которая вчера открылась, там сплошные хорошие отзывы. И Маша, менеджер, великолепно. И Даша великолепно. И хорошо, и спасибо, как мы съездили. Просто великолепно. 30, 40, 50 отзывов на фирму, которая открылась вчера. Ребята, не верьте, пожалуйста, всему этому, что в интернете. Ага, проверяем, значит, товарищи. Конечно, проверяем. Ну, давайте, вы говорите, давайте о хорошем, давайте о хорошем. Давайте о хорошем. Что нового, да? Да, что нового, хорошего. Ну, смотри, что нового? По сути, ничего. Вот нормально начали. Да, все маршруты, которые, предположительно, выставлены на лето, они известны. Это прошлый год. Это Тунис, это Турция, это Таиланд, это Вьетнам, это Хайнань. Все. Ничего нового, на самом деле. Ничего нового. Поэтому все это уже проверено, отработано, откатано, посчитано. И поэтому я думаю, что вот в этом плане, конечно, ничего сильно не произойдет новенького. Но новенький произошел у нас НДС. Мы все знаем, что НДС у нас повысился, и все очень переживаем. Что там с билетами? Ну, хоть раз. Ну, мы же знаем, что еще и горючка подорожала. Если мы говорим, что в Красноярском аэропорту она подорожала вроде как на 9%, где-то я там читал, вот, за год. Ну, вот и считайте, путевка тоже вырастет уже не на 9%, а значительно больше. Хотя цены на следующий год, вернее, на этот год, они, в принципе, такие же пока, как и в прошлом году. То есть высчитана вот такая средняя какая-то цена 30-35 тысяч на человека за отдых. И будьте любезны. Это минимальные отели, 3 звезды, без всяких там вычурностей. Если мы говорим о четверке, то это прибавляете 10-15 тысяч. Если о пятерке, то, соответственно, 30-40 надо прибавлять. А вот то, что сегодня продается уже все лето, это раннее бронирование, вот это действительно работает. И если вы хотите сэкономить, то покупать нужно сейчас, ребята. Потому что... На лето? На лето. Потому что мы же смотрим, что происходит. Вот у нас люди купили по раннему бронированию, допустим, за 100 тысяч рублей. А в сезон это стоит 150, 170, даже 200. В сезон это было, что в сезон, в сезон, в сезон. Покупают сегодня. Это самый главный совет, вот что я хотела спросить. Однозначно. Как можно раньше? Хорошо. Потому что летом это будет дороже. Сейчас отели сбрасывают цены и, в принципе, на 30-40% именно отели. Это не туроператор дает такую скидку, это отели. Ну а потом, естественно, когда они загрузятся наполовину, они уже выставляют цену значительно больше. И тут ничего не сделаешь. Вот народ интересуется, что там с Турцией. Вот прям наши сотрудники просили меня у вас спросить. Ну в Турции, в общем, ничего особенного, да, потому что, смотрите, что происходит с Турцией. 28 апреля пойдет первый рейс на майские праздники. Он пойдет на 8 дней. Там стоимость порядка 65 тысяч рублей на двоих. Ну то есть это 32-33 тысячи за неделю. Следующий рейс пойдет 8 мая. Он пойдет на 10 дней. И та же самая цена. То есть здесь на 8, там на 10 цена одинаковая совершенно. То есть те же 30-33-35 тысячи, это минимальные цены. Вот, поэтому за 10... Но! Но это май. Это же май. Это май. В июле это умножай на 2. Я сегодня смотрел, специально отслеживал перед нашим эфиром все цены. И получилось, знаете, что? Получилось, что самая дешевая путевка в Таиланд. В июле месяце 77 тысяч на двоих. Подождите, 77 тысяч на двоих? Ну то есть... Ну 35-37 тысяч. Ага, ну это... Так и июль. Ну июль для Таиланда это хорошо, там, по-моему, дожди. Да нет, там дожди. Там, если дожди, то они буквально... Ну, выпал ливень в течение, там, получаса, а потом снова хорошо. Поэтому я считаю, что в Таиланде можно отдыхать круглый год. Если бы не тайфуны, вот сейчас вот говорят там... Единственное, я однажды был на майских праздниках в Таиланде. Вот это было жутко. Вот это было очень жарко. Что в Эмиратах, что в Таиланде на майских праздниках было просто пекло. Угу. Ну получается, что рассчитываем примерно на эти же самые 30 тысяч. Это реально, да? Нет, 30 тысяч мало. Мало. 35-40. Ну вот, знаете что... Ну это минимальные отели, пойми. Вот человек, который... Вот совсем хочется экономить, да? Ну не очень. Вот 30, 35... Ну тогда сейчас нужно покупать. Вот сейчас, по раннему бронированию. Знаете, что я хочу спросить? Вот не очень много денег у человека, который нас, например, смотрит. Он послушал вас, ну ладно, 30 тысяч у меня есть. Вот пойду сейчас куплю. Да. Но это, наверное, будет самый скромный отель. Он к чему должен быть готов этот человек? Или нет? Нет, ну кто хочет солнца и моря, скажем, можно жить и в таком трехзвездочном отеле. Потому что это все равно минимум услуг будет. Это будет завтрак, если это будет Таиланд, да? Ну да. Вот. Либо все включено в Турцию. Вот. Это будет ванная комната со всеми удобствами, так скажем, да? Кровати. Да нет, это нормально. Есть отели совершенно за эти деньги съедобные. В которых даже я иногда жил. И ничего страшного не происходило. Так, а про Египет пока забыли, да? Про Египет забыли, может быть, понимаете. Египет. Вот все говорят, Египет, Египет. Мы все хотим в Египет, да? Ну, помним, как мы все ездили, когда-то было не очень дорого. Великолепно было. И сегодня уже опять говорят, что, ну, может быть, в марте откроют. Но не из Красноярска, сразу говорю. То есть, если Египет и откроют, то, может быть, в лучшем случае из Новосибирска. Хотя сегодня я смотрел опять-таки новосибирские маршруты. Ничем не отличаются от Красноярска. За исключением, вот сейчас Индия там летает. Пока. Да, от нас, кстати, не летает. От нас не летает. Почему-то. Ну, потому что не пошла в прошлом году. Уже где-то после Нового года ее сразу практически и закрыли. Потому что не грузился маршрут. Вот. И на лето есть там Крит из Новосибирска. У нас нет, а у них есть. Все. Вот вся разница, по большому счету, с Новосибирском. Горячие вот эти путевки, горящие туры, это вообще применимо к этому сезону будущему? Там что-то будет такое? Понимаешь, я не знаю, к сожалению. Это так не прогнозируется. Вот в прошлом году буквально одну неделю какую-то мы продавали какие-то путевки по 20 тысяч на человека. То есть это был Вьетнам, по крайней мере. Но это был после, опять после какого-то шторма там был какой-то вот такой кусочек. Вот. Поэтому кто успел, тот съездил за такие смешные деньги. Поэтому спрогнозировать и сказать, что да, все упадет, ребята, сидите, ничего не покупайте, нет, не получается. Есть единичные случаи, когда люди покупают путевки по раннему бронированию. И потом вдруг перед поездкой получается, что их путевка стала дешевле. Но это очень крайне редко. Знаешь почему? Потому что, как правило, это те отели, которые категорически не пользуются спросом. И хозяин отеля вынужден снизить еще цену, чтобы хоть как-то загрузить. Поэтому это те отели из дешевого сегмента. Тут ничего не сделаешь. Короче, нужно выбирать. А на дорогих отелях там существенная экономия. Там может быть и 50 тысяч, и 70, и 100. Это серьезно. Мне кажется, вот люди, которые сейчас насмотрят, которые путешествуют, по крайней мере, раз в год, они такие думают, ну вот опять в Таиланд отправляют. И сам-то, наверное, где-нибудь. Вы куда съездили в последний раз? Слушай, вот начался кризис, никуда не съездил. Серьезно, никуда не съездил. Потому что балваться не приходится. Поэтому, ну пройдет кризис, немножко легче станет, и поедем отдыхать. Дело в куча. Если я был за границей больше 100 раз, может быть, даже 120, 130, там как бы я считал бы вот эти штампики в разных паспортах. Вот. Что, скажи мне, я не видел? Не знаю. Отдыхать летом все равно не получается никогда. Вот. Чтобы взять и уехать летом, когда идет, ну, самый сезон. Вот. Поэтому для этого была куплена дача. Чтобы можно было куда-то поехать и отдохнуть. Подышать воздухом. Вот, мне кажется, это еще один совет. Покупаем дачу. Покупаем дачу. Вот. Нет, на самом деле, между прочим, это затягивает. Ну, наверное, да. Все мои подруги говорят, подожди, сейчас с возрастом, вот сейчас на дачу поедем все вместе. Да, если бы мне когда-то кто-то сказал, я бы сказал, да, не смешите меня, пожалуйста. Я из деревни. Я знаю, что такое труд на земле. Я никогда бы в жизни не согласился. А вот потом, когда что-то произошло, когда немножко устал, сказал, слушайте, хочу забор, лечь, чтобы меня никто не видел. И чтобы я лежал, загорал, и тишина вокруг. Вот вам начало. Да, зачем нам Таиланд, как говорится. Буквально 30 секунд у нас остается до рекламы. Что-то воодушевляющее для красноярцев, которые думают, куда поехать вот в будущем сезоне. Нет, ну ты понимаешь, смотри, опять-таки, вот несколько сезонов уже, да, красноярцы неактивно путешествуют. То есть не так это и надо, кому мы это все говорим тогда, получается, да? Ну, неактивно, потому что мы денежки сидим и бережем, потому что мы не знаем, что будет завтра, правильно? Правильно. У многих, многие стали невыездными из-за кредитов, из-за всяких. Поехали в Сочи отдыхать, вот, или в Крым. Вот, я посмотрел Сочи. Кстати. Не дешево. Ну, вот не дешево. Вот ровно Турция будет дешевле. Хотя Сочи на завтраках. В общем, вернемся к моменту дачи. Где-то под конец для позитива. Сергей Богацкий, директор туристического агентства «Континентес», был у нас в гостях. Спасибо вам большое. Приходите еще, а мы уходим. Но только на рекламу. А это снова новогодняя студия медиагруппы «Примма». С вами Наталья Варфламеева. И я спешу передать слово сразу Полине Кольц, которая сейчас работает на Белой Ярмарке. И, как сообщают мне наши продюсеры, уже прикупила себе шашлычки, которые наверняка там у нее на улице-то уже стынут. В общем, Полина, вам слово говорить, пожалуйста. Добрый вечер, студия. Как и обещала, у нас сегодня дегустация. Это, по-моему, самый приятный тест на Белой Ярмарке. Дегустируем мы сегодня самую популярную еду на Белой Ярмарке. Это мясо. А вот в качестве эксперта со мной сегодня Мария Рускова, ресторанный «Эксперт». Неуслабо, да? Да, все верно. Привет, Полина. Маша, скажи, самый вкусный шашлык где ела? Да, у бабушки на даче. Где же еще? Мне кажется, шашлык это такое блюдо, если честно. То есть оно либо на ярмарке, на каких-то пикниках, общих, больших, фестивальных. Либо сам готовишь. Не знаю, я не очень признаю эту историю в кафе. Но в целом это какой-то корпоративный тимбилдинг. Мы пожарили шашлыки. Вот у нас как раз сегодня с тобой тимбилдинг. Мы тестируем. Здесь у нас три контейнера наших. Это вот... Это курица, свинина и баранина от шашлыка XXL. То есть нормальный такой размер порции. 250 рублей у них, кстати, сейчас... 250 рублей любой вид мяса стоит. Вот это у нас шашлычок-сибирячок. У них тут какая-то суперская аджика. Это свинина. И куриные крылышки. Это у нас узбекский плов. Ты голодная? Ну, ужин, да, как раз. Я тоже проголодалась. Ну что, Маш, давай, дегустируй первую. Какое выбираешь? Давай с центрального. Это у нас... Это шашлычок-сибирячок. Так, хорошо, да. Вот аджика. Давайте ее так сначала попробуем. Да, это не кетчуп, да, в отличие от других. Я вижу, что здесь везде. Кетчуп, да, не слишком острое. Лук. Нет, не вижу, что маринованный или не маринованный, но... Жуй мясо, мне уже интересно, что мясо. Здесь тоже хватает мяса, так. Так. Ладно, вот куски. Значит, куски. Надо есть быстро, потому что остывает все. Прочтим, наверное. Это плюс того, что мы на холоде, что не обожжешься. Но надо есть... О, слушай. А что она такая мягкая? А где же это? Ммм. Хрустящий, короче, краешек, а вот и сочная. Нормально. Уже раз, уже раз. Так, эксперт с набитым ртом у нас. Эксперт с набитым ртом. Жуй, давай. Как жуется? Нормально. Очень много. С непривычки, да? Так, это у нас шашлычок-сибирячок. Большие куски мяса сочные внутри, хрустящие снаружи. Так. XXL. Давай. Давай тут курочку, наверное, может, попробуем. Давай, так. Ммм. Ммм. Вот такие кусочки. Кусочки вот такие вот курочки. Можно, мне кажется, здесь нужен нож уже, да? Видишь, тут есть нож. Здесь кетчуп, да, в отличие от прошлого образца. Это такой сладковатый кетчуп? Хайнс. Это Хайнс, да? Наверное, кисло-сладкий. Так, а многие любят очень. А многие не любят. Мне нравится. Ну, тут как бы надо понимать, что это курица. Индетический вариант. Да. Слушай, а тут у нас дню очень такая красивая лежит баранина. Да, да. Вы как в баранине? Если она хорошо приготовлена и не пахнет сильно бараниной. Кем пахнет? Ну, шашлыком пахнет. Шашлыком пахнет. Хорошо, так. Так, значит, я вооружаюсь еще очередным ножом, да? Полина, ты тоже ешь. Сейчас, давай, давай, давай. Жуй, жуй. Отлично. Так, наступи мне, пожалуйста. Хороший. Хороший шашлык. Приготовлен нормально. Чуть-чуть пережарен, на мой взгляд. Но, мне кажется, тут уже история про хозяйки борщ лучше, потому что кто-то любит более хрустящую корочку, кто-то будет менее. Ну, правда, вот этот такой мягкий вкус. Так, и курица. Это у нас, значит, мы попробовали XXL, тут царская порция лука и у нас курица. Вот это вот. Очень много. Да, как это есть? На морозе с салфеточкой. С салфеточкой. С салфеточкой хватаем курочку. Кусаем. Классная. Вот это мне вообще нравится, она пахнет костром настоящим. То есть, в отличие от... Не знаю, ну, тут лучше всех барань, но вообще отлично. В общем, наш вердикт все прошли, да? Да, прошли. Мне очень понравился образец номер один. А мне баранина, на удивление. Да, мне понравилась курица и крылышки, если вы любите крылышки. Ну, в смысле, тут такая история, как бы, не всем это нравится. В общем, узбекский плов, шашлычок-тибрячок и шашлык XXL. Ждем вас на белой. Сами все попробуйте. Можете оценить. Цена где-то на 10-50 рублей. Отличная порция, да? Нормально, да. До встречи. Мы тут остаемся поесть. Большое спасибо, Полина. Приятного вам и Марии аппетита. В общем-то, все это, я думаю, многие ужинают, сейчас все к месту. Ну, а я напомню, что белая ярмарка будет работать вплоть до воскресенья. Мы работаем с 7 вечера и до 9, а в выходные работаем с полудня и до 9 вечера. И напоминаю, что 13 января в Старый Новый Год, воскресенье, белая ярмарка торжественная и красиво закрывается. Мы подготовили для вас целую большую развлекательную программу. Вот просматриваю сейчас глазами. С 12 часов, с полудня, тут начинаются концерты, концерты, концерты. Лучшие коллективы играют, поют для вас, развлекаем вас как можем. Горки, карусели, каток, все-все-все работает. Значит, в 19 часов мировые хиты играет Красноярский духовой оркестр. Это тоже стоит послушать и посмотреть. Там же ожидается шоу барабанщиков. Это особый момент, это очень эффектно. Приходите послушать также. И, что очень важно, в 20 часов, многие нам звонят и спрашивают, когда это будет, в 20 часов фейерверк. Приходите, чтобы приобщиться к празднику, к Новому году, все-таки Старый Новый Год. Вместе справим его, будет хорошо. Ну и в конце отдельное спасибо нашему спонсору и другу золотодобывающей компании «Полюс Красноярск», которая второй год вместе с нами готовит белую ярмарку и дарит красноярцам радость и новогоднее настроение. В общем, с наступающим вас Старым Новым Годом. Всем большое спасибо и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok